Если вы уже пользуетесь так далее и так далее, то тогда, конечно, это может быть очень интересно, если вы никогда не слышали, не может быть более неранительным. Итак, вы спросите. Я расскажу вам, что это такое, зачем вообще это нужно, почему мы считаем, что это нужно, и почему мы это делаем. Что до этого мы делаем? Мы занимаемся вообще анализом. Это такое, что это делаем. Его делают два человека. Это я и его называющий одним словом. Но, к сожалению, его нет. Он не может себя принять, как он не умеет. Поэтому... Ну да, давайте. Вот. Это был знак одного человека. Что до этого мы делаем? Мы занимаемся вообще анализом различных данных, которые мы смотрим на интернете. Это и данные. Ну, вообще, другие данные, которые мы смотрим на интернете. Мы смотрим на интернете, анализируем. Сделаем. Ну, возьмем. Вот. Зимой, может быть, кто-то видел. Было исследование. По всем людям, которые хотели на митинге, на полной площади. То есть, исследование по их профиле официальных связей. По крайней мере, вставил, как он или не видел. По крайней мере, если вы видели, то вы видите него. Так. Собственно говоря, вот так вот этот сайт, просто в данном сфере мы обязательно делали коншоты. То есть, решили, например, большая база судебных обращений, которые различным образом там отсортированы. Есть вот всякие фитеры. То есть там по судам, по судам, по юридическим, по категориям, по результатам, по данным инстанциям и так далее, и так далее. До такого цели. Ну, то есть, если вы назовите его, то это не может. Что внутри? Внутри 17 миллионов решений – это самая большая база судебной информации, вообще, наверное, у нас в Рунете. Есть такие, потому что пуски оффлайновые, но, в принципе, из того, что доступно вообще людям, это, наверное, самое большое. Это сделано по судам общей корридекции, по мировым судам, обойденные суды мы тоже немножко добавили, и арбитражные суды. Мы эту информацию группируем по адвокатам, по просто юридическому, то есть, по представителям, которые там, не обязательно человек должен быть адвокатом, для того, чтобы участвовать в своем инстанции. Вот, и по судям, и, конечно, там, немножко прокурором. То есть, может быть, прокурором смотреть, чем они занимаются. Вот. Зачем это все надо? На самом деле, миллион человек, по статистике, врахованные суда, мы судебный департаментом, при этом на суде, он делает статистику. Примерно миллион человек в год, на самом деле, сталкивается с уголовной системой. То есть, это те миллион человек в неделю, которые в год их дела рассматривают в суде, именно в уголовной. Те миллион человек в гражданстве, естественно, в 10 раз больше. Ну, вот, например, вы поднимите руки те, кто никогда не сталкивался. Вот, посмотрите, вот, всех, кто не поднял, они как раз сталкиваются с уголовной системой. Вот. Но суть в том, что, там, так или иначе, даже если вы этого не хотите, если вы это хотите, прямо или поздно вы все равно попадаете в суд. Там, может быть, разом, если... Ну, так или иначе, вы как-то не сталкиваетесь с какой-то ситуацией, в которой вас правда не устраивает, то есть, какой-то конфликтной ситуацией, может быть, там, и в бизнесе, это может быть, там, просто в жизни, там, соседи вас затапливают. Ну, так или иначе, если в проценте, конечной инстанции, для любого конфликта, практически наше множество, да, является суд. И даже, там, можно взять, там, те же тузборы, да, несмотря на то, что это был политический процесс, но, так или иначе, вот, большая часть того, что мы расходим, завязана на судебную систему. И это все замечательно, потому что наши суды прекрасны суды. Вот, но есть, самая главная проблема, это гигантский информационный разбег, то есть, информационные разницы между теми людьми, которые, например, сталкиваются с судебной системой, и теми, кто там постоянно участвует, то есть, профессиональные участники, то есть, те же судьи, те же адвокаты, ну, все, кто вокруг профессиональной юрии есть. Обычный человек сталкивается с судом раз в 10 лет, там, ну, цель, наверное, если вообще сталкивается. И поэтому, даже не знаю, что не может уже, только вдруг вдруг, но это только очень англосторонний. Вот. И мы пытаемся решать эту проблему. Какие еще обычаи? Автономность, замкнутость, лекарство судейского сообщества. То есть, судьи, они сами себя судят, сами себя контролируют. Если вы, да, пытаетесь пожаловать на такую судь, кто не дал, чтобы, там, митически, там, раздуматься головное дело, там, просто как у вас суди, которым это совершенно справедливость в вашем отношении, вам так кажется, то, так или иначе, это все равно уходится в сообществе судейские, и они уже сами не всегда решают, что надо. Действительно, они согласны с тем, что этот человек что-то не просто решает, и так далее. Вот. Вторая проблема, да, точнее, ну, не вторая, блин, естественно, вторая на одном слайде, это отсутствие объективных оценок. Ну, если у человека все хорошо, да, вот он попал в суд, не знаю, бывает такой случай, вот у меня, да, будет такой случай, то, слава богу, все проходило нормально, и, в принципе, у меня нет никакой претензии к тому, как бы, странно судебности. А вот, если человек сталкивается лично, там, засудебной системой, и как-то негативно, пойти к какому-то, в общем, знаменательству очень сложно, потому что нет объективных оценок, потому что доверие этой статистике даже в общей спутнике, который выпускает их в центр власти, у нас не денется, нет. Вот, в исторической ситуации. Еще одна проблема – это замкнулись адвокатские сообщества. Несмотря на то, что адвокаты, они гораздо более публичные, чем судьи, то есть судьям уже запрещено, там, давать-то милитерарию, все эти дела и так далее. Адвокаты, они, вроде как, публичные личности, все равно они тоже поддерживают, ну, особенно наоборот, инстаграмм, абсолютно не денется с гражданами. Почему? Потому что они избегают из-за этого проявления и так далее. И еще одна причина, да, за то, что вот вся вот эта, так сказать, вот этот вакуум, инфрационные расходы, да, то есть замк, то есть касты, все за границей, они в 21-м году создают ракурсуальский, по сравнению с красотством, участник, ну, неважно, кто это может быть, может быть, может быть, может быть, может быть, адвокат, может быть, может быть, судья, его никто не контролирует, он не чувствует никакой вообще, никакой угрозы, ни с чьей стороны. То есть если он договорился, условно договорил, какими-то своими товарищами, которые могут его контролировать, если оно все ровно, то все хорошо. Вот. И мы пытаемся с этим бороться. Ну, для того, чтобы понять методически, что это не то, что просто, вот, взяли, сами все придумали, на самом деле нужно дать должное нашему правительству, там, Владимир Владимирович Путин, линия на нашем лидере, по программам Семенового банка, то есть есть несколько законов, понимаете, правительство нашей страны, оно пытается как-то тоже реформировать всю эту систему и пытается повысить ее в праздничестве. Вот несколько лет назад судей обязали публиковать решение в интернете, и так далее. Когда это решение подтверждается, то есть там в этом году президент указан по теме, это был первый указ, на самом деле, после конкуляции, 7-го числа, 8-го, вот. Там было дополнительно подчеркнуто, потому что суды обязаны публиковать эти решения. Судей на месте? Что мы можем делать? Конечно, мы эти ручки не знаем, это мы уже узнали потом. Что делаем мы? Зачем нам все нужно? Мы делаем инструмент. Мы пытаемся сделать инструмент, с помощью которого любой гражданин, в зависимости от того, насколько он квалифицирован, он может лучше или лучше воспользоваться, эффективнее или неэффективнее. Но, то или иначе, он сможет как-то оценить работу адвоката и понять, насколько этот адвокат хороший адвокат или плохой адвокат. иначе урезаны, и, ну, такая самостоятельная, они это всегда делают, и что хотят, кто их показывает. Это статистика по регионам. То есть у нас там разбитая карта, вы можете взять различные дела, посмотреть, как они соотносятся, там, соотношение между различными категориями дел, между приговорами и так далее. Это обмен опытом и обратная связь и дополнительный инструмент контроля. Что имеется в виду? Там мы для всех персонажей, которые встречаются, судей, адвокатов, прокуроров, мы создадим карточки, в которых люди могут оставить какие-то отзывы, да, обменять мнения по поводу своего опыта, личного опыта, взаимодействия с каким-то, вот, конкретным, соответствующим, в этой системе классов. Например, да, как это все работает? Когда известных девушек с другом посетает, безотносительно, там, хорошо или плохо, что мы сделали, мы дали их судей, их делали, осматривали судья сыграл. В общем, судья сыграл, осматривали их дело. И было несколько статей, которые проводились на основании тех данных, которые были в нашей системе. Рассказывают, то есть, мы можем просто взять там милицию, и посмотреть на все ее разрешения, и почитать. О чем там было, да? То есть, вот какой-то блогер Скин Александрова, журналист Скин Александрова, он сделал в ней расследование, и выяснил, что очень множество делек, которые взялся судья, они были связаны, там, с каких-то милициях, ОВД, в Лужниках, в Акатаринах, и, в общем-то, как бы все было вместе с Амазаром. Ну, такое или иначе, в принципе, нет для больших малейских расследований. Это просто пример. Как это выглядит? Например, вот, Григория Ольга Александровна, не знаю, знакома она вам или нет, потому что, я не знаю, сколько вы всем этим интересуетесь, но, так или иначе, это председатель, в мозгах суда. Вот, это ее карточка. Можно посмотреть те дела, которые в проекте «Надзор» она рассматривала, выбраться все, посмотреть на каких категорий, какие решения она принимала, какие там адвокаты, например, к ней ходят, наиболее часто, ну, точнее, не то, что ходят, а пишут словом, ну, там, с жалобами. Вот, ну, это пример. То есть, можно посмотреть некоторые решения. Конечно, всем отказывать, но нормально. Это у всех. Это у всех. Вот. Точно так же на любом уровне можно посмотреть результаты рассмотрения баллонов. Ну, это вариант. Пример уголовный. Это так. Вы можете выбрать какую-то группу. За это выбрать определенную и тем более. И посмотреть, какие решения были приняты. То есть, там, был вынесен отменительный программ, или обрадательный, может быть, когда-то. Вот. Ну, пожалуйста, вы можете нанести этот контрол, и вы можете выбрать какое-нибудь решение. Отмечать с вашими комитетами. То же самое доступно для адвоката. Ну, вот мы сами заведем эту автографию, ну, вот так иначе. Вот, как вы можете зарегистрироваться, отправить эти данные, но мы сами. Спроси вот в автографии. Он обидится. Ну, почему? Да? Ну, в ближайшем он скану на автографию. Он? Это журнал. Ну, и все. Вы жалко сняли. Да, я сняли. Это тоже. Вот. Соответственно, если адвокат есть в нашей базе, то, скорее всего, у него есть контрактные данные, то есть, вы посмотрите, что адвокат вам ныряется, то, как он защищал... Ну, не то, что ныряется, но вы, посмотрите, почитали решение, которое принимал участие, он не может посмотреть, но он вам заинтересовал, и вы чувствуете, что это человек, который должен проконсультироваться, потому что найти его контрактные данные, мы сами просто стараемся добавлять, ну, там, чего нет, дополнительные данные. Вот. И позвоните ему, и задайте им все вопросы, какие вас интересуют. Ну, и, соответственно, показано в каких судах рассматривать те дела, которые принимали участие, да, и какие суды рассматривали их дела. Что, как бы, подталкивает людей к возможности решения всяких взаимосвязей между ними, но это уже... А самого как может, да, качество принять? Ну, конечно, он может заинтересоваться, но нет, он не может принять статистику, он может... У меня свои данные, он может принять свои данные, какие-то фотографии, какие-то, как сказать, какие-то, биографию свою, но цифры, да, он не может принять, потому что эти вещи мы делаем на основании только официальных публиковых решений, ну, то есть, размещенных на СССР с судом. Поэтому, статистика показывается вот такая, какая она есть. Он не может как-то попринять, поменять и сказать, что нет, на самом деле, я вот в отражении буквально, а на самом деле, я там с уголовным делаю. Ну, не на Байк, да, с того тоже какого. А как вы понимаете, что это не налоги по редакторам? Что? А как вы... Это интересует, что это не у нас налоги? Так это я представляю, что добавка, что у нас автоматически суда. И как вы понимаете, что это не документ какого-то адвоката? Ну, на самом деле, мы там дерифицируем аккаунт, то есть он должен подтвердить, что он, то он. Ну, тогда... Конечно. То есть если там будет какая-то массовая ситуация, то, конечно, мы с этим разбираться. А какого айдентифицированного айдентификация происходит? Ну, там, разные способы. Мы смотрим, откуда он пишет, там, ну, зачем вот все рассказывать? у вас есть... Ну, ручки, ручки. То есть есть человек, я говорю, смотрю, похожий человек на того, когда это он писал себя за себя, если возникают какие-то сомнения, мы запрашиваем буквально информацию и буквально никаких каналов утверждения, что он готов. Но их не так много адвокатов в нашей стране, поэтому, в общем, 80 тысяч всего. вот. Соответственно, ну, вот точно так же можно посмотреть в этой судье, да, рассматривать такие дела, которые сейчас в какой-нибудь рот известны, но менее известны. Иногда мы делаем и публикуем там недоточные исследования. То есть мы делали исследования по количеству отравленных договоров, по статьям, по категориям. Мы делали то же самое, соотношение различных уголовных выступлений между собой по регионам. Пытались делать небольшое исследование по родственникам в системе правосудия. То есть, на самом деле, есть определенные объекты о том, что там где-то есть планы, а там нет плановости, а там находят все родственники, а вот так нет. Ну, на самом деле, как раз у ребенок повязано. Да. Ну, будет небольшой стык, просто. Какие проблемы все вот этой системы судебно-публикации судебных актов на сайте и так далее, которые мы видим, с тем, с чем мы сталкиваемся? То, что эти решения могут изменяться, например. То есть, на самом деле, то, что решение было принято, вынесено, опубликовано на сайте, в чьей день, когда время судебных пишут, и не судебных, и, естественно, поможет судебных пишет нам письмо о том, что, а вы знаете, у вас на сайте ошибка. На самом деле, решение немножко другое. Вы где-то там, значит, ошиблись, ну, поправьте. Вот. Хотя понятно, что мы, естественно, ничего руками не правим, все автоматически справляется, потому ошибка там быть не может. Но иногда они не меняются. Наверное, это просто таки вот. Большая причина. Вот. Вторая проблема, то, что статус этого глупого насрещения, он никак не регулирует. То есть, у них нет никакого, так сказать, это вообще непонятно, что хорошо. То есть, сошлаться на него никак нельзя, да, поделить его кому-то никак нельзя. То есть, думают, да, что-то опубликовано, но это ничего не значит. Еще одна проблема. То, что суды публикуют, мягко говоря, все решения. То есть, лучше всего они публикуют проголовные дела, но это будет только половина. По гражданскому еще меньше, по административам еще меньше. Хорошо обстоят дела только с губикражнами. Вот, кстати, когда я применю губикраж, это замечательно, что публикуются, потому что у них там социальная система, в которой они самостоятельно публикуют. Вот. И нет, если вообще ничего публикуют, но не это вообще. Также проблема в том, что разнообразие форматов и структуры, ну, и так далее, и так далее. Ну, и сами они не очень хотят сотрудничать, с нами много. Просто никто не генерал. Какие проблемы и бонусы развития вообще в связи с системой публикации, анализа техно-информации, то, что останется публичным, то, что надо публиковать в интернете, и так далее. И в языках проекта, как наш, еще другие граждане. Это для людей. Ну, первая такая проблема – это то, что, ну, если там несколько лет назад у вас случайно где-то что-то, там, приобретили, там, какого-нибудь, не знаю, кровонарушения, там, то есть это было, не сказать, какое-то там, поисковое время, да, ну, там, неважно, может быть вас облыжено, или, в общем-то, даже сложный срок, и все, все нормально. Вот. А это уже никогда не пройдет. Ваш армия там останется, и потом в поисковой реке вас там найдут, и, несмотря на то, что у человека вот это все там весь снято и покрашено, тем не менее, его руководатель будет расстроен, и, скорее всего, как он чего-то вытяжел, антиговорок. И такие люди, они уже звонят, там, не жалуются, что вот, как же так, я там отсидел, за убийство, а теперь… а теперь мы не работаем, потому что я там на первой строчке, значит, мой приговор, яндекс, он у нас не учится, ну, что, на самом деле, даже непонятно, что с ним делает. Вот. Ну, кроме того, какие-то различные различности, то есть иногда сниги почему-то не убирают там все деятели, даже там, тяжкие преступления, не убирают каких-то там, у тех, поевших, хотя, вообще, закон важный, и так далее. какие-то там, какие-то там, какие-то там, какие-то там, ну, и общая печаль, опять, я так, как сказать, в свободной форме написал вот то, что, когда ты начинаешь знакомиться, ну, вот с тем, что там, совсем, массивом данных, да, то, конечно, это вызывает определенные, легкие конструкции в душе, любого человека. Но есть и плюсы. Плюсы — это то, что теперь намного доступнее, можно быстрее отценить ситуацию, поэтому можно сразу понять, какие там, проговоры вносить по такой статье. То есть, условно, для того, взять, там, статья такая же, 282 по имени. Взять и посмотреть, сколько денег, за что, кому дают. Если там, вы что-то не правильно сказали, написали в интернете, не знаю, вас включают на дорожки или в компьютерной работе, или там, ну, попали, там, ну, можно взять адвокатов, там, контрагентов, с которыми вы сейчас делаете, и так далее. Какие, мы, как нам кажется, что произойдет, не зависит от того, будет ли это, наша система расположена, ну, то есть, другой проект, он не дает. это будет последствия от этого всего. Это унификация судебной практики в масштабе страны. То есть, те редкие дела, которые, ну, не знаю, там, та же 282 статья, да, словно, была в некоторых регионах, она часто была, в других, где же, там, в тусуешь стать статьи, там, там, небольшие суды, в другом, там, далеком семье, они вообще не знают, ну, могут иметь четкое представление, как нам, что писать, чем удовольствоваться, они могут просто посмотреть, как это делается в Москве, да, посмотреть там, прекрасные образцы, и вынести правильное решение. И они так и делают. Ну, и неправильное то же самое будет переписывать. Ну, унификация. Да. Унификация. Ну, одинаковая. По крайней мере, они будут одинаковые. Вот. Это было соответственности судьям. Ответственности перед самым, да, то есть, они понимают, что это, потому что текущая, там, сделана, что наименьше, а вот, с определением, как наши подобные, да, понятно. что там, конкретно судьбом вообще, что он брать, да, какие-то дела на рассматривание, что там, срочное число, и так далее. И люди могут это сравнить, имениться опытом, собрать, то есть, я видел пример, когда, в каком-то мото, мотоциклисты, мотоциклисты, они выявили судью, который был сговор, я условно говоря, с инспекторами Дековест, и всех, кто там, решал прав, мотоциклистов по, там, по поддельному показанию этих количеств, вот, вот, они его выявили, и, там, пытались, на этот, скайп, рейл, с другими пострадавшим, которые, вместе с другими решениями, найти себе контакты, и вместе с другими делами. Вот, ну, соответственно, плохим адвокатам будет плохо, хорошим адвокатам будет хорошо. Соответственно, мы думаем, что, на земле, что будет влечение специализации, то есть, естественно, если, вот, человек, там, госзащитный, сидит и просто, там, что пришло, то пришло, да, он не может рассчитывать какие-то дополнительные заказы, потому что, любой человек, смотрит на него статистику, просто к нему не обратиться. Со стороны уже, ты заказываешь не будете, даже познакомиться к нему, посоветовать, скажешь, что адвокат, и пойдешь, посмотришь на него, и поймешь, что он хочет. Ее очень подходящее просто, потому что, ни разу не было такого же дела. Ну, соответственно, адвокатам, я не знаю, что все несоответственно, не должен. Итак, что еще? Мы веем в то, что подобные цартики, ну, то есть, в практике составление какого-то цифрового досье на человека, какого-то статистики, потому что делает человек общедоступным. Они будут представлены именно другие отрасли, просто так, ну, как сказать, тут уникальная ситуация, потому что где-то на решение это текст, там все написано, и они выложены, опубликованы, то есть они оцифрованы, и можно будет с этим работать. Ну, так или иначе, это потихоньку дойдет и там, в других, врачей, и так далее. Вот. мы говорим о том, что будущее все-таки из-за реальной статистики. То есть, есть всякие проекты, различные проекты, по отзывам, по каким-то, врачам, не знаю, по магазинам, по каким-то, по каким-то, по каким-то, по каким-то, различным вещам. Там, где отзывы предоставляют. Это все, нам кажется, будет не очень актуальным, через какой-то, в районе, до оценки на основании реальности. То есть, кто-то рассказывал про реальные сети, вчера рассказывал про проекты, да, показывал статистику на реальной статистике крадировать с самой контрактной станции, ну, там, про какой-то, в Нью-Йорке, по общей футбол. Вот. Мы делали то, что вы еще из проекта вращали. И основной момент, который, ну, как мне кажется, мы поняли, потом сделали этот проект, то, что для того, чтобы этот проект был популярен, он должен быть любым для большинства участников, то есть тех, чем интересовался этот проект. Потому что, к сожалению, разные, ради которых мы это все сделали, они, конечно, заинтересованы, но у них нет никакой возможности повредят на промежение этого. не нравится, что, кстати, не будет. Вот. А, соответственно, адвокатам и судьям нет большого резона в этом. Все, спасибо.